Всем привет! Я Даня Головин. А я Наташа Кашинцева. И сегодня мы не будем никого и ничего взвешивать на весах. Не будем даже пылесосить. Да, мы читаем ваши комментарии, мы знаем, что вам поднадоили наши пылесосы. Поэтому мы будем готовить сегодня. Готовить довольно много, потому что у нас дуэль, битва. Да, битва между двумя грилями. Один такой вот мужской, пацанский такой гриль, называется Бош. Посмотрите, как он выглядит. А другой такой красивого розового цвета Бэйби Пинк, который называется... Барби гриль. Да. Турецкой фирмы Синбо. И вообще, конечно, ты знаешь, мне очень интересно, чем закончатся наши битвы сегодня. Потому что у тебя, как я знаю, гриль стоит 9 тысяч рублей. Да, там 9, почти 10 он стоит. А у тебя, я тоже это знаю, он стоит 3, а можно даже за 2 найти. Они очень схожи функционально. У них, у обоих, мощность одинаковая 2000 ватт до 2000 ватт. Этого вполне, должно вполне хватать для того, чтобы приготовить, ну, стейк хороший, мясо. А уж про овощи и рыбу я вообще молчу. Дальше. У них съемные, да? Смотри, антифригарное. Стеклоновое вот такое покрытие, которое удобно мыть. У меня тоже здесь съемные и верхние съемные, и нижние съемные. Можно перевернуть. Для того, чтобы гладкие сделать. Да, и эту поверхность использовать вот как такой плоский гриль, плоскую сковороду. И даже можно вот так жарить блины. Или яичницу, например, можно же, наверное. Яичницу мне даже больше нравится, потому что блины вот такие прямоугольные. Квадратики. Если бы Татьяна Толстая это увидела, она бы просто прокляла бы всех. Еще есть одно отличие, да, насколько я знаю. У тебя регулировка температурная, она одна. У меня здесь два регулятора температуры. Один для основной вот нижней поверхности, другой для верхней поверхности. А, то есть они... Отдельно, да. Еще у нас есть общие моменты, да, это вот это. Да, у меня тоже так делают. Он может раскладываться на 180 градусов и превращаться в такую барбекю-площадку. И у этого гриля, и у этого есть поддоны для жира. Жир стекает с продуктов. Но вот мне нравится вот здесь, да, вот как у тебя. Демонстрирую. Мне нравится, что он встраивается туда. Потому что у меня вот два таких корыца. Одно ставится вот сюда. И ты должен ловить жир просто со всех сторон, что ли? А другое, да, другое ставится вот сюда. Я могу забыть, я вот абсолютно точно забуду когда-нибудь поставить. Да, и вот еще что, еще есть третий режим работы у моего гриля. У моего тоже. То есть здесь вы можете положить продукты какие-то, да. И сверху он, ну вот, не как контактный гриль работает, а как такая печь, духовка. То есть можно запечь там картошку, например, какую-то или что-то такое. Запечь картошку, пицца, там вот такие вещи. По-моему, очень здорово и клево. И вот еще один момент, то, что есть у этого гриля, а у твоего нет. А что это у тебя там есть? У меня есть еще вот такой противень. Такой противень. Он прям в комплекте. Да, он идет в комплекте поставки. И здесь, собственно, можно готовить тоже все, что угодно. Я не знаю, мясо с картошкой, что-то еще более такое... Изысканное. Да, слово-слово забыл, более изысканное. Да, и вот он вот так вот сюда ставится, и получается вот такая конструкция. То есть здесь уже в противне все готовится, потому что когда приготовилась, вынул опять к столу. Так, окей, с этим разобрались. Ну что, это вот основные моменты. Как видите, отличий не так уж много у этих грилей. Ну да, мне теперь еще интереснее стало. Они прям такие, минимальные достаточно. Но мы посмотрим, как все это работает, как они готовят. У нас есть стейки, это стейки мачете, ребята. У нас есть куриные грудки. И есть креветки, морепродукты. Это тоже клевая, здоровая еда. Ну и, конечно, овощи. В общем, у нас сегодня такой большой кулинарный праздник. Так что начнем. Начнем мы с того, что включаем гриль. Да, у меня если включаешь гриль в розетку, то он сразу начинает греться. Кнопки, да, включить нет. Ну что, пока он греется, греем до максимума, потому что... Ну, тогда я переведу тоже. Да, потому что мясо, говядина, ее нужно готовить на максимальной мощности. Я думаю, что трех, ну, максимум трех с половиной минут для этого хватит. На самом деле, довольно тонкие куски. Я бы даже, наверное, на трех минутах остановился. Запускаем таймер. Три минуты пошли и закрываем. У нас как будто игра какая-то прям с тобой. А пока три минуты идут, давай-ка с тобой... Может, овощами займемся, да? Да, займемся овощами. Ну, у тебя вообще и аромат уже пошел, а ты посмотри просто, у меня вообще ничего не происходит. Слушай, ну все, у нас истекло время. Вот, 0-0. То есть три минуты с момента начала приготовления прошло. Слушайте, ну, мне кажется, это красиво. Вот выглядит абсолютно точно красиво. Мне очень нравится. Мне кажется, что его-то мы и будем сегодня есть. Да, нет? Он не пережалился. А у тебя что происходит? Ничего? Ну что, готовы? Та-да-да-дам! Давай, смотри! Это похоже на какую-то подошву. Ну, как тебе сказать, да, немного похоже на подошву. И это явно не медиум, не медиум-рар. Может быть, максимум-рар. Там мясо абсолютно сырое внутри. Ну, вот так вот. То есть я остаюсь сегодня... Если бы я готовила на этом гриле, и ты бы меня не кормил, то осталось бы без ужина. Так, ну что, давай пробовать твой стейк. Давайте с того, а я с другого. Слушай, ну, мне кажется, немного мы передержали его, чтобы пока изучали твой стейк, потому что чуть-чуть ушла вот розоватость, хотя, может, если он еще немного полежит, то он и вернется. Ну, ты знаешь, все равно оно получилось вкусным и не сухое. Не сухое, нет. Не то, что как-то вкусное. У меня есть еще один сюрприз. Знаешь, что там случилось? Что? Вот смотри, я сейчас открываю, посмотри, что происходит. Сок, он вытекает и капает. Ну да, мы видим здесь, эта картина называется не гриль, а какое-то такое пропаривание, пароварка. Ну, не пароварка, я не знаю, но что это такое. Это вот явно не процесс поджаривания. То есть гриль, мясо не закрывается, нет корочки. Давай, давай его. Это ты не хотел пробовать. Мы сейчас с риском для здоровья и для каких-то наших кулинарных пристрастий попробуем вот этот вот так называемый стейк, который получился. У меня ощущение, что мы испортили мясо, но давай попробуем. Ну, я больше не буду. Оно сварилось почти. Ну, в общем... В общем, все понятно. Вот так вот со стейками. Этот справился, этот не справился. Так, ну, продолжаем наш эксперимент с двумя грилями, с бюджетным и с тем, что стоит подороже. Готовим курочку. Итак, все включено на максимум. Пусть будет 4,5 и поехали. Итак, время пошло. Работаем. Закрываем. Ну, у меня здесь уже шоу дымок такой, и уже запах есть, а у тебя... А у меня ничего, может, мне прижать немножко. У тебя... Ну, ты уже и так, по-моему, прижимаешь. Все, таймер истек. Прошло 4,5 минуты, которые мы отвозили курочки. И открываем. Слушай, ну, у меня кажется, она, в общем, готова. Я не хочу тебе показывать это. Ну, давай, показывай. Да, слушай, мне кажется, у тебя специальный гриль, просто производитель, он забыл написать, что он для сыроедов. Это вариль. Для сыроедов. Это не гриль, это вариль. На самом деле, вот, да, это какая-то кастрюля, и она для сыроедов. Ну, вот тут чуть-чуть, не, ну, это, конечно, да. Знаешь, вот у моего этого кусочка вообще такой цвет, как бывает в детском пюре. Вот он такой, какой-то абсолютно безликий немножко, вот. Ну, я думаю, что вот это даже пробовать не нужно. Нет, спасибо. Да, мы все-таки не сыроеды. Прощаемся. До свидания, курица. Да, а сейчас попробуем, что у меня получилось. Ай, горячо. Ну, такое, чуть-чуть можно было раньше снять, но... Чуть раньше, да. Потому что это пару раз стоит поготовить, и уже будет понятно. Угу. Так, едем дальше. Давай разложим. Давай. Попробуем, как они вот в таком положении. Сделаем такую барбекю-площадку. И приготовим, ну, например, здесь овощи, а здесь креветки. Да, давай. Да, можно, на самом деле, можно овощи тоже готовить. Ты перчик тоже положи один для этого. В режиме контактного гриля. Слушай, да, забыл. Забыл перчик. Два даже положу. Мой, это не портит продукт. Угу. Вот разница, она, конечно, да, не сразу видна. Здесь такое ощущение, что все заснули просто. Все работает, все работает, ты понимаешь? Невероятный результат. Вот как можно сделать такой продукт, который вообще не работает? Ну, пусть будет 10 с половиной минут. Давайте. Ну, вот здесь уже, я не знаю, они прожарятся или нет, по крайней мере, процесс приготовления идет. Вот видно, по кабачка, а уж помидорчики уже даже и приготовились. Они же меньше готовятся, им 10 минут много. Я вот, я поиздеваюсь просто. Я сделаю это руками. Я хочу кончательно добить тебя. Понимаешь, да? Ух. Он не замораживает у тебя? Слушай, ну, да. Замороз гриль. Готовить на этом гриле, это, во-первых, портит продукт, во-вторых, это может длиться просто веками, мне кажется. Ты знаешь, хорошо, на самом деле, его покупать, если хочешь похудеть. Ну, то есть ты просто никогда не ешь. Никогда не ешь. Так, ну все. Время истекло. У нас прошло 10 с половиной минут, и будем пробовать, что получилось с овощами. Будем пробовать креветочки. Отличные, хрустящие. У тебя опять все сырое, я понимаю, да. Ну, ничего, сейчас... Ну, тепленькое. Давай будем пробовать, что, в принципе, у нас получилось. Ну. Слушай, ну, этого перца прям чувствуется, что он, ну... Что его готовили. Да. Что он еще чуть-чуть должен приезжать. Что он не просто теплый, как этот был, а... Ну, то есть, что процесс шоу явно заметно. Да. Слушай, да. Вот даже прям то, что... Несмотря на то, что нет полосочек от гриля, они готовы. Они готовы, очень нежные. Все продукты, которые ты готовил на своем гриле, вот они начали обладать вот этим вот таким специфическим... Гриль-вкус. Да. Гриль-вкус, что называется. Ну, что мы скажем? Что мы скажем, действительно? Здесь сказать нечего. Да. Это не только выброшенные деньги, там, даже если не 3 тысячи, а 2 тысячи рублей, это все равно немало. А толку от него? Вот здесь гриль стоит 9-10 тысяч рублей. И вот здесь, как вы понимаете, да, все получается. Вы приноровитесь, поймете, как какие продукты готовить, и у вас все будет вкусно. Так что, по итогам теста, здесь это просто нечего. Два балла мы никогда не ставили. Я думаю, что за цвет и компактность, вот он, по баллу, собственно, 2. Что касается этого гриля, здесь все отлично приготовилось. Мы пробовали, вот мы, в общем, наслаждались. Мне не нравится вот этот момент с этими ванночками, которые нужно вот так вот ставить. Это сюда, это сюда, чтобы стекал жир. Ну, потому что это можно забыть, можно случайно опрокинуть, занимать дополнительное место. Вот это неудобно, что нет встроенного вот этого контейнера для жира. Поэтому минус полбалла. Все остальное плюсы, кроме качества приготовления, это еще и панели, которые вы можете снять, перевернуть. И здесь будет ровная поверхность, как сковорода. Пожалуйста, можете готовить там яичницу, что хотите. В общем, 4,5 балла получает этот гриль за наш тест. А этот получает двойку. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал о домашней технике. И будете знать, какая техника лучше, а какая хуже. Пока и приятного всем аппетита. Хороших грилей.